Пожалуйста, значит, следующий у нас доклад из Нижнего Новгорода. Ирина Николаевна Дружкова. Изучение структурных свойств опухолевого матрица в опухолях пациентов и модельных системах инвитро. Пожалуйста, Ирина Николаевна, у вас 15 минут. Добрый день, уважаемые члены президиума, дорогие коллеги. К сожалению, у меня не будет ничего про генные мутации, но будет про опухолевый матриц. Работа посвящена исследованию структуры опухолевого матрица, выполнена на базе НИИ биомедицинских технологий при Нижегородской медицинской академии. Известно, что основами клеточного матрица как нормальных тканей, так и опухолей составляет коллаген, фибриллярный белок, который продуцируется фибробластами. Опухоль представляет собой довольно плотное образование, которое по своей жесткости превосходит окружающую нормальную ткань. В ряде работ было показано, что жесткость матрица влияет на агрессивность и инвазию опухолевых клеток, а также препятствует проникновению и диффузии препаратов внутри опухоли, и иммунокомпетентных клеток, если в них есть необходимость. На данном слайде представлена схема взаимодействия эпителиальных клеток и фибробластов. Эпителиальных клеток опухоли в норме. Эпителиальные клетки располагаются на базальной мембране. Под ней располагается соединительная ткань с фибробластами, иммунными клетками и сосудами. При неопластических процессах эпителиальные клетки модифицируются, приобретают свою природу раковую, разрушается базальный слой, и они вступают во взаимодействие с подлежащей структурой, в том числе с фибробластами. Предполагается, что это взаимодействие ведёт к изменению природы фибробластов и переходу их в новые состояния, так называемых опухолиосфированных фибробластов. Переходя в это состояние, они приобретают новые качества, способны синтезировать различные факторы роста, химокины, цитокины и протеолитические ферменты, а также, возможно, другие вещества, ещё пока не установлены. И все это взаимодействие ведёт вместе, может участвовать в изменении внеклеточного матрикса, и вместе в взаимодействии с опухолями клетками формируется полноценная опухоль. Однако следует отметить, что долгое время это взаимодействие и влияние на опухолевый матрикс рассматривалось с точки зрения протеолитической активности. То есть считалось, что вырабатываются различные металлопротеназы и другие протеазы, которые разрушают белки, матрикс лизируются, и опухоль инвазирует нормальную ткань. С другой стороны, было установлено, что при наличии упорядоченных структур, линейно выстроенного коллагена, если выращивать клетки на таком заранее подготовленном матриксе, они будут обладать повышенной миграционной активностью. Соответственно, это способствует инвазии и дальнейшему метастазированию опухолевых клеток. И поскольку, я уже говорила, жесткость повышенная также влияет на повышение активности и инвазивности клеток, представляется интересным всё-таки понять, каким образом происходит модификация внеклеточного матрикса, какую роль в этом играют опухолевые клетки, фибробласты и их взаимодействие. Поэтому целью нашей работы было установление этого взаимодействия. Для достижения этой цели нам была предложена многокомпонентная трёхмерная модель, основу которой составляет коллагеновый гель, а также исследованные образцы пациентских опухолей X-VIVA. В работе использованы линии колоректального рака HTT-116, HTT-29, нормальные клетки фибробласты кожи человека, и также клетки, выделенные из колоректального опухоли человека. Мы разделяли клетки на опухолевые и так называемые опухолесцированные фибробласты. И образцы X-VIVA, постоперационные образцы как первичного колоректального рака, первичного очага из кишечника, так и метастазы в печень. Оценку структуры коллагена проводили с помощью мультифотонного томографа MPT-FLEX производства GenLab Германия или лазерного сканирующего конфокального микроскопа, а также проводили патоморфологические исследования. Жёсткость оценивали с помощью оптического когерентного томографа с функцией эластографии, который был разработан совсем недавно, в 2015 году, на базе Института прикладной физики в Нижнем Новгороде. Использовали мы для исследования коллагена метод генерации второй гармоники. Существуют, конечно, другие методы исследования коллагена, в том числе классические окраски гистологические по авангизону или с использованием пекрасилиуса красного, микроскопические методы, электронная микроскопия, поляризационная микроскопия. Также для этой цели подходит оптическая когерентная томография. Однако большинство этих методов имеет ряд ограничений, поскольку необходимо практически для всех, кроме ОКТ, необходима дополнительная подготовка образцов перед исследованием, окрашивание специфическое. В случае с электронной микроскопией это очень долгая подготовка и трудоёмкая. А в случае с эффектом генерации второй гармоники, это явление рождения электромагнитных волн удвоенной длины волны, а не затропными средами, к которым относится коллаген, имеется ряд преимуществ. То есть нам не нужна дополнительная подготовка образцов, можно использовать прям свежие постоперационные образцы от пациента, можно проводить в том числе эксперименты ин вива на животных, можно и на людях. Также этот метод даёт высокое разрешение, и более того, он позволяет возможность количественной обработки, что очень важно для того, чтобы убрать субъективный взгляд и иметь какие-то более объективные критерии оценки. Здесь представлены приборы, на которых мы работали. Лазерный сканирующий микроскоп – это классический инвертированный микроскоп, который хорошо подходит для работы с клеточными культурами и образцами тканей. И вот это новый уникальный прибор, который в России представлен пока только у нас, насколько мне известно, однако за рубежом он является одобренным для применения в клинике и используется для исследований кожаных патологий, в том числе для диагностики меланом. Общее у этих приборов то, что в качестве возбуждающего источника излучения используется мультифотонный лазер фемтосекундный, данный прибор имеет более широкое применение, поскольку у него имеется такая рука, где находится объектив, она может быть расположена в любом направлении и подходит для работы как с клетками, так и с тканями, и также для проведения экспериментов ин вива. Нами была предложена модель, достаточно удобная для исследования. Основу этой модели составлял коллаген первого типа. Далее в коллаген заключаются либо опухолевые клетки, либо фибробласты в монокультуре, либо комбинация фибробластов и опухолевых клеток. И проводилась оценка структуры коллагена методом генерации второй гармоники на второй, четвёртый, шестой или седьмой, в зависимости от расписания дня культивирования и измерения жёсткости. Здесь представлены изображения в режиме генерации второй гармоники. Это структура коллагена, сформированная фибробластами. Это контроль. Видно, что все изображения от контроля, по крайней мере, отличаются точно и между собой тоже. Это опухолевые клетки HCT-116. Так структурируют матрикс, так структурируют опухолевые клетки HCT-29. А это комбинация соответствующих опухолевых клеток с фибробластами. В принципе, отличия видны и визуально. То есть можно сказать, что на изображениях тех гелей, где выращивались опухолевые клетки совместно с фибробластами, имеются более крупные такие волокна коллагена, которые стремятся линейно упорядочиваться в одном направлении. Также мы использовали клеточные культуры, выделенные из пациента. Они показали примерно такой же характер поведения в клеточных гелях. Ниже представлено формирование мостиков коллагеновых между различными… Вот тут тоже имеется колония опухолевых клеток. Колониями опухолевых клеток. То есть они формируют такие мостики, по которым движутся клетки. Собственно, с этих наблюдений началось наше исследование. Эта система двумерная, но это нам представилось интересным. Потом мы нашли подтверждающие данные в литературе и уже начали свои эксперименты. Это тоже изображение в режиме генерации второй гармоники. То есть видно действительно, что это коллаген. Он сформировал такие мосты, клетки по ним поползли. Затем мы предприняли попытку количественной обработки полученных изображений совместно с нашими физиками. Они нам помогли подобрать параметры. Физически они достаточно сложные. Попытаюсь их объяснить. Первый из них – это средний сигнал, который показывает фактическое изменение количества пучков и их интенсивности. То есть видно, что на седьмой день культивирования в кокультурах опухолевых клеток и фибробластов этот сигнал значительно увеличен достоверно от всех остальных культур. Также можно заметить, что в том геле, где выращивались опухолевые клетки одни, сигнал тоже достоверно падал относительно первого дня, когда это всё было засажено. И сильно падал относительно других культур. То есть это может говорить косвенно о том, что всё-таки когда опухолевые клетки одни, там присутствуют и преобладают какие-то моменты, связанные с лизисом матрикса. Это, конечно, нужно подтверждать исследованием ферментов соответствующих, но в принципе можно сделать вывод по данной количественной обработке. Также был предложен нашими физиками параметр неоднородности, который показывает изменение однородности и чёткости волокон на изображениях, полученных в режиме генерации второй гармоники. И видно, что наименьший параметр также наблюдается в культурах, кокультурах, в опухолевых клетках с фибробластами, что говорит о том, что данная структура является более однородной, чем все остальные. То есть она состоит из достаточно однородных коллагеновых волокон, упакованных примерно одинаково. И также были предложены ещё два параметра когерентности энергии. Они очень сложные, они показывают как бы сонаправленность этих волокон в одном направлении. По параметру когерентности здесь мы видим, что он ниже в кокультурах, параметр энергии достоверно и значительно выше, чем во всех культурах. Мы, наверное, будем дальше ориентироваться на него и разбираться с параметром когерентности. В любом случае они отражают, что структура в кокультурах опухолевых и стромальных клеток, она значительно отличается от других культур. И, по-видимому, именно это для них и является наиболее выгодным. Далее нами была исследована жёсткость. Как я уже говорила, жёсткость тоже является важным показателем с помощью нового прибора. Здесь представлена сама методика исследования жёсткости. Она достаточно проста, то есть имеется оптический когерентный зонд. Он же является фактором, который создаёт компрессию на коллагеновый гель. И можно по параметру фазового сдвига рассчитать, насколько один слой, то есть один коллагеновый гель, отличается по жёсткости от другого. Первый столбик – это два одинаковых слоя, которые сформированы на коллагеновый гель с опухолевыми клетками. Видно, что между двумя слоями мы не видим разницу на поляризационном изображении. Картинка по фазовому сдвигу достаточно гомогенна, и на полученной графике нет никакого скачка, никакого отличия. То есть он достаточно линейный. Эти два слоя одинаковы по жёсткости. На второй картинке сверху располагаются опухолевые клетки плюс фибробласты внизу опухолевые клетки. Картинки отличаются. Мы видим границу, видим границу на фазовом сдвиге, и на количественной обработке графиков мы получаем, что слой… Слой с… Заканчиваете. Да. В четыре раза жёстче, чем с опухолевой клетки. Слой с опухолевыми клетками плюс фибробластами в полтора раза… Слой с фибробластами в два с половиной раза жёстче, чем слой с опухолевыми клетками. И слой с опухолевыми клетками плюс фибробласты в полтора раза жёстче опухолевых слоя с фибробластами. То есть самый жёсткий слой – это коллаген, в котором содержатся опухолевые клетки и фибробласты. Здесь представлены картинки образцов X-фива от пациентов. Это картинки из печени, из метастазов печень, опухоль, граница и печень. И видно, что в опухоли на границах коллаген является самым линейно упорядоченным. Поэтому выводы у нас такие. С помощью нашей модели можно успешно изучать взаимодействие опухолевых с травмальных клеток, влияние их на структуру вне-клеточного матрикса. Можно в эту систему привносить дополнительные какие-либо агенты, которые модифицируют эти процессы, исследовать их для фундаментальных целей. А также можно в практической потом работе исследовать с помощью наших приборов, исследовать границу опухоли и также оценивать эффективность лечения. Спасибо большое за внимание. Могу ответить на вопросы. Спасибо, Ирина Николаевна. Вопросы, пожалуйста. Мы поможем, потому что она волновалась, но хорошо все рассказала. Значит, вы тут видите не только явный методический прогресс, но какую-то и прикладную значимость. Так надо понимать, да? Ну а как реально вы себе представляете? Я понимаю, что на основании выводов и последних слайдов какая-то разница тут есть, видимо, связанная, может быть, с сочетанием разных слоев и так далее. Но практически, как это могло, по вашему мнению, выглядеть, если бы это было прикладное, а бы имело значение? Исследование жесткости вы имеете в виду? Ну, исследуем... Ну, исследуем... Ну, это зависит от того, какую еще локализацию опухоли выбрать. Если она будет доступна для исследований с помощью наших приборов, то это может быть диагностическим маркером, может быть маркером прогноза, то есть насколько хороший прогноз или плохой ожидает пациента, а также может служить как в качестве фактора ответа опухоли на лечение. Отвечает она или не отвечает. Потом у нас еще не закончена часть с фундаментальными исследованиями, и основная цель – найти все-таки момент, за счет чего опухолевые клетки со страомальными взаимодействуют, и, возможно, это можно выключить и как-то лишить опухоли такой возможности к инвазии и дальнейшему росту активному. Спасибо.